Проект Великий Камень должен стать важной узловой платформой инициативы председателя Китая Си Цзиньпина по возрождению экономического пояса шелкового пути, соединяющего Азию и Европу. Думаю, что многие со мной согласятся, когда я скажу, что это, наверное, один из самых ярких примеров успешного сотрудничества, успешной кооперации, можно и так, наверное, сказать, Белоруссии и Китая. Таких показателей, наверное, не демонстрирует никто. Не только в нашей стране, да и в Европе, наверное, и в мире по динамике развития. Такой проект Китайско-Белорусский индустриальный парк Великий Камень, он действительно образцовый, он действительно динамично развивающийся и показывает, ну, я бы так сказал, вот это такая квинтэссенция действительно такого взаимовыгодного, уважительного сотрудничества двух стран Китая и Белоруссии. Далеко не на каждый проект лидеры двух стран приезжают сюда в начале, так сказать, пути, ведь 12 мая 2015 года президент нашей страны Александр Григорьевич Лукашенко и председатель Китайской народной республики Синь Цзиньпинь были на этой территории в самом начале его развития. Здесь были только планы, только, так сказать, первый шаг в развитии этого проекта. И они его поддержали, присутствие глав государств, были приняты первые резиденты, был подписан, можно сказать, генеральный план развития этой территории. Такое внимание, поддержка дорогого стоит. Даже пример, вот последний декабрь прошлого года, подписание Александра Григорьевича Лукашенко, директивы номер 9 о развитии китайско-белорусских, или как вы правильно замечаете, белорусско-китайских отношений, где отдельным блоком, отдельной главой присутствует развитие великого камня, где, ну скажем так, те задачи, те подходы, те приоритеты, расставленные на будущую среднесрочную перспективу, позволяет нам смотреть в эту перспективу уверенно, потому что мы знаем, куда развиваться, каким образом развиваться. То есть заданы определенные векторы, и эти векторы задаются на самом высоком уровне. Ведь для Республики Беларусь выгода огромна. Вы правильно сказали, это один из лидеров, я иду про Китай, экономического развития. И Республика Беларусь развивает этот проект вместе с лидером экономического развития, в том числе заимствует и вместе развивает здесь высокие технологии, инновации, производства, которые дают импульс развитию нашей экономики. Это самый главный фактор, самый главный эффект, на мой взгляд, для Беларуси. Безусловно, экономика, развитие экономики. Приведу несколько примеров, чтобы не быть голословным. Вичай Белл, производство двигателей, которое поставляется в наш Минский автомобильный завод. Он использует и другие двигатели, но в соотношении цены и качества двигатель Вичай сейчас, и это, кстати, отмечают и наши перевозчики белорусы, и другие, пользующиеся этой техникой, что это самый лучший вариант с точки зрения эффективности использования этого двигателя на нашем грузовике. Второй пример, это вообще он очень характерен. Это фастгир корпорация китайская, дочерняя, кстати, Вичая. Один из лидеров в области трансмиссий для крупногабаритной техники. Здесь строит завод и выпускает коробки передач для большегрузного автомобиля, для большегрузной техники, компетенций которой в Республике Беларусь до этого не было вообще. То есть мы все это только закупали. Ну, с трансмиссиями вообще немного государства не имеют компетенции, нормальных, качественных компетенций. Совершенно верно. А сейчас это здесь у нас. Да, мы делаем только первые шаги. В первом, во втором случае это пока сборочное производство. Но как раз, я считаю, будущий эффект должен состоять в том числе и в том, чтобы привлекать в комплектации этих, уже чтобы выпускали наши предприятия, были задействованы наши производства. Это уже, как говорится, второй должен быть сделать шаг. Но это, опять же, серьезное требование к качеству комплектующих, к выпускаемым изделиям. И к этому надо стремиться. И выигрывать эту конкурентную, скажем так, борьбу за поставку таких комплектующих для наших уже производств в Великом Каме. И мы должны быть на это нацелены. Ну, важно, да. Говоря о компетенциях, мы понимаем, что это навыки людей. Собственно, да. Людей, технологий, совершенно верно. Инженерной подготовки, баз знаний. Совершенно верно. И я закончу мысль. Сами же китайцы отмечают, в том числе, опять же, одна из составляющих успеха – высококвалифицированные кадры в самой стране, которые не имеют возможности привлечь. Это было отмечено, когда строился и строится сейчас парк. И на работу на производствах, опять же, в соотношении цены-качества. Да, мы получаем не так сейчас большую высокую зарплату, как в той же Европе, да и соседей в той же Российской Федерации. Но это пока наше инвестиционно-конкурентное преимущество, когда наш человек имеет хорошую квалификацию, имеет возможность применить свои, так сказать, возможности и знания на тех же производствах, в строительстве нашего проекта. При этом, да, он конкурентен с точки зрения оплаты труда. И это, да, это плюс, который позволяет нам успешно конкурировать как инвестиционная площадка с ближайшими соседями и не только. Ну вот мы говорим о конкретных примерах, там, где действительно Беларусь получает серьезную выгоду в плане перспектив развития определенных отраслей, определенных направлений техники, машиностроения, науки, развития в том числе. Если же говорить о пользе для государства. Некоторые цифры, ну, экономического, прежде всего, характера, нас действительно порадовали. Мы вышли суммарно в парке Великий Камень, наши резиденты суммарно вышли на прибыльную работу, то есть имеют уже чистую прибыль. Если в прошлом году и в прошлые годы, в силу того, что большинство предприятий, большинство резидентов находились в активной инвестиционной деятельности, то есть, ну, строились, возили оборудование. Вкладывали деньги, да. Выкладывали деньги, совершенно верно. То уже в прошлом году, в 21-м году, суммарная подчерка, это не все. Но речь, если мы говорим о сумме, мы получили, пусть небольшую, но положительную прибыль, 13 миллионов рублей, уже плюсом сработали. То есть, это говорит об эффективности, эффективности производства. Второй момент. Выручка, она, как и сам объем производства, выручка растут и в разы. Я не хвастаюсь этими цифрами, потому что мы в начале пути. Эти цифры еще не так велики. Больше 250 миллионов рублей. У нас сейчас выручка, и она выросла по отношению к 9 месяцам прошлого года больше, чем в два раза. Но в этой выручке, выручка от поставки, вырученные деньги за поставки продукции за пределы Республики Беларусь, выросла уже больше, чем в три раза. И география экспорта, это больше 20 стран мира. Опять же, основные наши партнеры, опять же, Российская Федерация, это Китай, это Европейский Союз, Швейцария. То есть, это явный акцент на то, что продукция качественная, продукция востребованная, и продукция поставляется, то есть, экспортно-ориентированная производство. У нас уже создано больше 1700, если бы точно, 1760 рабочих мест на этих производствах, но с заработной платой, которая в среднем по стране вышла в два раза. Здесь люди получают больше 2600 белорусских рублей заработной платы. То есть, с одной стороны, мы имеем конкурентное преимущество, высококвалифицированных кадров, но мы создаем здесь высокопроизводительные, высокооплачиваемые рабочие места. Мы здесь не берем, скажем так, людей, которые, ну, скажем так, максимально, так сказать, получают от них эффект, но оплачиваем минимально. Ни в коем случае. Наоборот, квалифицированный, высококвалифицированный труд, высокооплачиваемые рабочие места, которые здесь создаются, с привлечением белорусов и соответствующим образом оплачивается. И я хочу сказать, что больше 80% здесь трудовых ресурсов — это наши белорусы, это наше население, которое здесь работает и которое в будущем, конечно, будет привлекаться. Послушайте, многие говорят, что с китайцами очень сложно работать. Вы на своем опыте что можете сказать? Я бы вопрос немножко даже по-другому, больше даже непривычно. Ну, сложно это вкладывается в том, что вот вы отметили... Ну, они другие, у них другой менталитет, у них другие взгляды на все. Но вопрос даже не в этом. Почему Китай достиг? Китай умеет работать. Вот из песни слов не выбросишь. И надо понимать всем нам, я говорю, от самого человека до самого человека, я говорю, те, кто работает на самых высоких производительных местах, науке, на самом производстве, на самых низших и так далее. Работа должна осуществляться качественно, работа должна осуществляться интенсивно. Тогда будет результат. То есть трудолюбие китайских наших партнеров – это та незаменимая и основная, ну, скажем так, составляющая их достижений и в самом Китае, и где они работают и так далее. Второй момент, безусловно, китайцы умеют считать. Коммерчески они всегда стараются все проекты… Ну, просто есть такое мнение, что если мы считаем до целой, да, то китайцы всегда считают до сотой, а то и дальше. Да. Как раз речь идет о том, что коммерческая составляющая, она, ну, в экономике, она тоже является одним из главных факторов развития того или иного проекта. И этот проект тоже создавался, ну, можно сказать, ну, мы говорили, практически на ровном месте здесь до развития. Сейчас, кстати, на самой территории построено 60 зданий и сооружений. Шесть лет назад, в 2015 году главы государства посещали, здесь был только лес, баллон, баллон. Чистое поле. Даже поле не было, был лес. Вот. А сейчас уже построена инфраструктура. Это, кстати, тоже очень важный элемент, который содействовал такому хорошему, динамичному, бурному развитию проекта создания инфраструктуры. И, опять же, для того, чтобы получить эффект, надо сначала вложиться. Вкладывались, кстати, все. Ну, я им веду, сначала вкладывалось государство. И Республика Беларусь, и Китайская Народная Республика. Но тоже один элемент, который я хочу расшифровать. Вот наша страна из бюджета, вот чисто из бюджета, уже вложила больше 34 миллионов долларов в этот проект. Это значительная сумма по нашей экономике. Если я ее оставлю без комментариев, ну, мне там оппоненты или люди, которые критически могут смотреть, в том числе, на наш проект, говорят, ну вот, государство тратит такие баснословные деньги. Для нашего государства это серьезные деньги. Мы тоже деньги считать умеем. 3-4 миллиона долларов. Но, при этом, сейчас налоговые поступления, опять же, за этот период, уже превысили эту сумму, которую отчислили резиденты, компании по развитию парка. То есть, затраты государства уже окупились? Затраты государства, можно сказать, уже окупились. Прямые затраты. Я уже не говорю о тех косвенных эффектах, это рабочие места, производство, участие в экономике и так далее. Я говорю о прямых бюджетных затратах. При этом, если мы смотрим на вложения в эту территорию, вообще, в совокупности уже вложено больше 720 миллионов долларов, всеми, я имею в виду, резиденты, бюджеты двух стран и так далее. То на один бюджетный рубль, который Республика Беларусь потратила на создание инфраструктуры, вложено 8, привлечено 8 рублей других источников, коммерческих и других источников, которые вложены в инфраструктуру. Подчеркиваю, в инфраструктуру. Потому что создание инфраструктурных элементов – это тоже один из основополагающих элементов успеха этого проекта. Это и дороги, и коммуникации, больше 30 километров дорог. Все коммуникации, кстати, спрятаны под землей, это больше 300 километров коммуникаций. Кстати, страна, внешний контур за свой счет, вот то, о чем мы говорили, на что тратила Республика Беларусь, подводила сюда газ, электричество и так далее, ну, те элементы, которые мы говорили. Здесь уже внутри непосредственно компания по развитию парка осваивает эту территорию, предоставляя инвестору готовый участок для строительства его производства, его завода. Момент такого рода очень важен, потому что инвестору не нужно думать о том, как подвести, кому подключиться, ну, с точки зрения тратить на это усилие и все остальное, и деньги. Они получают это уже обустроенным, и первый этап развития 855 гектаров земли полностью инфраструктурно обустроены и предоставляют такие возможности для развития проектов. Более того, мы опять же взяли хороший опыт наших китайских партнеров, где для малого, среднего бизнеса, ну, скажем так, не крупного, или которому не обязательно самому устроить собственный завод, мы предоставляем возможность зайти и взять в аренду в типовых производственных корпусах те площади производственные, где он, размещая оборудование, буквально может начать свое производство за несколько, условно говоря, дней или месяцев, поставив, соответственно, свое оборудование и начинать выпускать свою продукцию. Это очень удобно, я подчеркиваю, для бизнеса, который не располагает, может, такими значимыми финансовыми ресурсами, но обладает такой мобильностью, обладает такими возможностями быстро развернуть востребованное производство, и таких предприятий у нас тоже достаточно. И мы уже построили 9 таких корпусов, 85 практически тысяч квадратных метров такой производственной площади востребованы и уже осваиваются, либо уже, так сказать, зарезервированы для наших, в том числе, будущих, проектов. И много новаций, которые мы законодательно закрепили в парке. Какие? И опять же, что дает нам возможность с такой, знаете, уверенностью смотреть в будущее и не отставать от жизни. Один из важных, наверное, очень таких важных элементов, и мы на это всегда делаем акцент, что здесь должны быть инновации, здесь должны быть высокие технологии. И в новом законодательном акте стартапы, ну это и в простонародье, у нас в законодательном акте называется «Субъекты инновационной деятельности» получают статус на два года, на два года, статус субъекта инновационной деятельности с использованием практически всех тех льготных политик, которые имеют резидент. Они не резиденты, они пока являются, так называемые, от идеи, но мы хотели бы их провести от идеи до коммерческого успеха, давая им для реализации своей идеи два года. Уже три таких проекта в прошлом году мы приняли в наш парк. Мы рассчитываем на то, что за такими проектами, в том числе и будущее. То есть это будущее видения, развития, направления, технологий, которые мы инкубируем и поддерживаем. И это очень важный элемент, который, я подчеркиваю, закладывает перспективы развития. И новые идеи, которые здесь будут поддержаны и финансово, и организационно. Вот центр инновационной деятельности, в который они приходят, мы предоставляем им технические места, мы берем только плату за так называемые коммунальные услуги, за уборку помещений. Все остальное они не платят, арендных платежей у них для них нет. Они занимаются своими проектами. Есть фонд «Искра», где уже 12 учредителей, отбирая такие проекты, понимают, во что они планируют или дают возможность вкладывать деньги, видя, так сказать, перспективу роста. И если этот проект выстреливает, он становится резидентом парка «Великий Камин». И когда я говорил о том, что мы активным образом видим перспективу в будущем, чтобы белорусские предприятия работали с нашими резидентами с точки зрения выстраивания технологических кластерных цепочек в производстве, мы также предусмотрели законодательно принцип экстерриториальности. В особых случаях только по решению правительства. То есть не обязательно быть здесь физически? Да, физически. Можно работать в технологической и финансовой связке с нашим резидентом, получать соответствующие льготные политики, но вы должны соответствовать этим высоким требованиям, я подчеркиваю, высоким требованиям, высокотехнологичного инновационного продукта, участвую в этом проекте. И я вот, пользуясь, может, случаям, даже призываю наши предприятия, белорусские предприятия. Да, действительно, мы славимся своим станкостроением, машиностроением и так далее, но жизнь двигается вперед, и нам нужно быть, ну, как минимум не отставать, а лучше быть впереди. На Ваш взгляд, насколько для таких проектов важна политическая стабильность в регионе, где они размещаются? Ну, конечно, стабильность – это вообще такой хороший залог для развития экономических процессов прежде всего. И Великий Камень, ведь он же и позиционировался, и позиционируется, как действительно международная институционная площадка. Когда мы говорим о тех результатах, которые мы получили, 85 резидентов, это уже такая достаточно солидная цифра, но это и 15 стран, которые участвуют в нашем проекте, при том это не только Китай, не только Белоруссия, это и соседи России и Украина. Украина, кстати, в прошлом году пришла в наш проект. Это страны Европейского Союза, это та же Швейцария, это Израиль, это Сингапур, это Соединенные Штаты, Америки, они все здесь. И их приход, в том числе, это подтверждение стабильной ситуации, которая здесь была, есть и будет. По моему глубокому убеждению, стабильность в том числе обусловлена, или прежде всего обусловлена экономическим развитием региона и страны. Стабильность, она основана на экономическом, скажем так, благосостоянии. И в этом смысле, вот когда мы приводим парк Великий Камень, и когда мы говорим о взаимовыгодном сотрудничестве, мы говорили о выгоде Республики Беларусь, и она, безусловно, есть. Потому что это эффект дает для экономики. Если человек здесь работает, получает достойную зарплату, высокую зарплату, по нашему том числе меркам, это уже элемент серьезной стабильности с точки зрения внутренней ситуации. Если мы говорим, опять же, с точки зрения Китая, вот вы сказали, новая инициатива «Один пояс, один путь», которую, кстати, одним из первых беларусов поддержали, Республика Беларусь. Да, когда эта инициатива, как говорится, была в самом зародыше, сейчас это уже, ну, по разным подсчетам, 130-150 стран, не только нашего евразийского континента, и участвуют и африканские, другие страны. Европа, Европейского союза страны начинают принимать эту инициативу и тем или иным образом активно участвовать в этом процессе. Почему? Я бы вопрос поставил, немножко по-другому. Китай приходит для того, решая в том числе и свои интересы, интересы геополитические, транспортные, логистические, экономического присутствия. Каждый видит свою, так скажем. Но Китай приходит и взаимодействует как гарант, что здесь эти проекты состоятся. То есть закладывается основа экономическая, социальная, такого устойчивого развития, где Китай, как одна из крупных экономик, как обладатель многих инновационных, высокотехнологичных производств и технологий, сейчас надо это уже признать, вкладывает, дает возможность развиваться не только транспортный коридор. Когда мы говорим про выгоды Китая, да, это логистика, это транспортные коридоры, это поставки. И Беларусь здесь тоже активным образом свою территорию, свое, так сказать, выгодное географическое положение использует как узловой платформы шелку пути. Но я считаю Великий Камень очень показателем для всех участников, что это может и, наверное, самый лучший вариант развития не только транспортно-логистического коридора. В этих точках должны развиваться производства. Любое производство – это базис экономики, а успешная экономика – это базис стабильности. И я бы вот именно таким, в таком ключе бы выводил. Получается, если так резюмирую, все, что вы сказали, что Китай, наоборот, несет стабильность в регионы. Совершенно верно. Это однозначно… Ну, при этом, конечно, решает свои далеко идущие планы, но перманентно туда, куда приходят китайские деньги, куда приходит китайский бизнес, так или иначе здесь не может быть априори каких-то революционных потрясений. Это так. И я вам скажу, здесь же не только деньги. Это опять же опыт. Когда мы говорим про опыт развития этого проекта, это еще одна составляющая, которую я хотел бы тоже вкрапить в наш разговор, успешности этого проекта. Мы взяли положительный опыт парка Суджоу. Мы действительно побратимы, мы там ездили, что называется, под ручку записывали, конспектировали их подходы. В чем заключалось? В Суджоу в свое время был построен и успешно реализуется проект, тоже межгосударственный китайско-сингапурский промышленный парк. В свое время они его создавали Сингапур. И Сингапур учил управленческой деятельности. И именно в том числе и там, и здесь реализуется принцип разведения конфликта интересов в управлении, где администрация, которую я имею в честь возглавляю, осуществляет административные процедуры и дает возможность бизнесу, инвесторам получать все услуги быстро, качественно, прозрачно, без каких-либо проволочек и так далее, с тем, чтобы во главе угла стоял их проект. Это самое главное. Все даем, все возможности и так далее. Коммерческие вопросы решает компания по развитию парка. Обустраивая территорию, вкладывая ресурс, пока затратно, но именно для того, чтобы, опять же, инвестор имел все те условия для реализации своего инвестпроекта. И этот же опыт мы, опять же, берем из парка Китая, мы видим, как эта возможность реализована. И те же ресурсные возможности с помощью Китая, страна, Республика Беларусь, сама бы такой проект, ну, не потянула бы чисто, как говорят, физически. Это сложно. Проект сам по себе очень большой. Кстати, самый большой проект Китая за рубежом, наш проект. 11 761 гектаров. Это действительно крупный, даже по китайским меркам, земля, ну, землеотведение, где реализуется такой масштабный проект. И поэтому без помощи, без перенятия положительного опыта, помощи, в хорошем смысле этого слова, от китайских партнеров, потянуть такой проект невозможно. И в других странах, которые реализуют на этой инициативе такие проекты. Но я подчеркну, самое главное – это уважительное, взаимовыгодное отношение между странами. И то, что мы имеем такой проект, именно как успешно реализуемый и успешно состоявшийся, уже я могу об этом действительно говорить, потому что это уже работа. Я поздравляю вас. И вам тоже успехов. Для нас это хороший, ну, скажем так, точка отсчета, как вы правильно сказали, на будущее развития, и в том числе с нашими партнерами с Китайской народной республики. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok